Сегодня в гостях Катерина Акулич, бывший бренд-менеджер Procter & Gamble в Женеве, а ныне основатель лаборатории привычек Habit Lab. Катя расскажет, как она прошла путь от престижной работы в PNG в Швейцарии до основателя стартапа, почему не действуют фитнес-трекеры, кто и что стоит за алгоритмами формирования привычек Facebook, Instagram и YouTube, и как сформировать полезные привычки, избавившись от вредных. Поехали! Катя, расскажи, пожалуйста, как ты решила заниматься привычками вообще? Слушай, ну, наверное, правильно сказать, что в два этапа это решение сформировалось. Первый этап – это моя личная история с кибербуллингом, о которой ты знаешь. Да, это тот момент, когда я поняла что-то важное про мотивацию. В общем, дело было лет пять назад, в Москве я еще тогда жила. Волею судеб мои фотографии попали в топ ЖЖ. Тогда ЖЖ еще был достаточно популярной платформой, и где-то за три дня 70 тысяч человек увидели мои фотографии. За три дня 70 тысяч человек? Да. Мне же вот это ты звезда. Вообще звезда. И как это часто бывает, комментарии, которых было там, по-моему, 600, большей частью относились не к теме поста, к которому прикреплены были эти фотографии, а, естественно, обсуждали мою внешность. Мне там рассказали очень быстро, какая я жирная, страшная и так далее, что мне надо срочно худеть в спортзал и просто вообще как можно быть такой ужасной, ленивой жердяйкой. Понятно, диванные эксперты подключились вообще, научились жить. Разумеется. Если бы я была уже такая взрослая и уверенная в себе, как я сейчас, я бы, конечно, не обратила на это внимание. Ну ок. Ну ок, да. Ну спасибо за ваш бесплатный консалтинг. Но тогда я была юнее и как-то менее уверена в себе, и меня очень сильно это задело. К тому же это, знаешь, вот как-то на больную мозоль наступило. Я была тогда полнее на 15 килограмм. И не то, чтобы это было как-то супер ужасно, я вообще в целом за бодипозитив, но мне не очень комфортно было в этом весе. И я так вот все искала, знаешь, какой-то мотивации. Вот я думала, вот мне мотивации не хватает, вот будет мотивация, я похудею. И тут вселенная прислала мне такую шикарную мотивацию, когда просто там 600 человек мне рассказали, что я толстая и ленивая, и мне надо худеть. И я была такая злая, замотивированная, и я так себе сказала, ну вот, я докажу им, что они не правы. Они не правы, я не ленивая, я не безвольная, я соберусь, и я похудею. И, естественно, я не похудела. То есть я вот как и до этого пыталась заставить себя ходить в спортзал, менять режим питания, и первые три дня я там полная мотивации и энтузиазма. А уже где-то к концу недели этот энтузиазм угасает, и в выходные ты просто уходишь в полный разгул, пищевой разврат и полная расслабуха, короче. То есть вот это было такое удивительное для меня открытие, что несмотря на то, что мотивация такая уникально сильная есть, не каждому, в общем, человеку достается такая мотивация в виде добрых комментариев в интернете, но все равно чудо почему-то не происходит. И это навело меня на мысль, что, наверное, что-то не так с мотивацией. Наверное, мотивацию как-то мы сильно переоцениваем, когда думаем о том, какую роль она играет в нашей способности изменять свой образ жизни. И, собственно, это натолкнуло меня на то, чтобы начать по теме мотивации, психологии, изменения образа жизни, формирования привычек читать больше. Я начинала с научпоп-литературы, потом я начала читать уже научные статьи, дальше я еще больше заинтересовалась, начала проходить курсы сначала на Курсере, потом нашла замечательную программу в Гарварде, Гарвард Экстеншн Скул. У них есть такая своего рода школа повышения квалификации для взрослых, и есть у них там хорошая психологическая программа. Вот там сейчас я беру классы, со следующего понедельника начинается, кстати, как раз следующий класс про теории мотивации, буду тоже очень подробно в это подгружаться. В общем, вот как-то так сформировался через такой болезненный личный инзайд мой интерес к теме. Ну, а смена карьеры произошла уже немножко позднее, когда я просто поняла, что, конечно, заниматься маркетингом, это то, где я работала, собственно, до своей школы по формированию привычек, это, конечно, все круто, маркетинг, и растить доли рынка, и капитализацию компаний, и помогать богатым акционерам становиться еще богаче, это замечательно, но мне хочется что-то более значимое делать в своей жизни, и, собственно, я подумала, что тема изменения образа жизни – это что-то очень важное и заслуживающее моего внимания, поэтому теперь я занимаюсь именно этим. А трудно было сделать такой переход? Вот ты работала в PNG, классная компания, классная позиция, интересная работа, а сейчас взяла и перепрыгнула вообще что-то совсем другое, пока еще не сформировавшееся, не четко, непонятно там, что из этого получится. Вот как тебе это удалось? Слушай, ну, конечно, это было трудное и непростое решение, и я принимала его не одна, я много с кем советовалась, у меня были менторы, я работала с коучем персональным полгода на тему именно карьеры, чтобы как-то прийти к этому осознанно, потому что действительно та работа, которая у меня была, она по всем параметрам комфортная, престижная, я работала в головном офисе в Женеве на классном бренде Old Spice, занималась стратегией маркетинговой по всей Европе, очень такой классный, в общем, assignment. Но при этом, когда ты чувствуешь каждое утро, что от мысли о том, что тебе сейчас надо идти на работу, как-то тошно, и ты сидишь на этих встречах и думаешь, когда бы они уже закончились, это такой очень ясный сигнал, что что-то не так. И мне показалось, что если я не изменю свою карьеру сейчас, то потом это будет сделать еще сложнее и практически невозможно. И я подумала, что, ну, а что я теряю? В конце концов, найти другую офисную работу с моим резюме будет мне по силам. А уйти во что-то совсем другое, наверное, через пять лет я решусь с меньшей вероятностью. Как-то так. Ты сделала какой-то план себе по переходу? Какие шаги нужно выполнить, чтобы уйти так мягко, продолжительно, там, со своей текущей позиции на новую? Или все произошло так прям резко? Нет, это было не резко. Была стратегия, что я хочу делать. Естественно, все в реальности получилось совсем не так. Но план был, важно, мне кажется, не столько, насколько вы угадаете реальность с вашим планом, чтобы для вашего личного комфорта у вас были какие-то запланированные действия, как вы будете переходить из состояния А в состояние Б. Да, это было постепенно, это не был один рывок, это не было импульсивное решение, повторюсь, я долго его обдумывала. И поэтому, как только я ушла из проктора, я практически сразу начала делать там тестовые запуски своих новых курсов и начала их сразу снимать. То есть у меня не было какого-то лимбо, знаешь, in between двух работ. У меня сразу же я погрузилась в новую тему. Расскажи, пожалуйста, о курсах, которые ты сейчас проводишь. У меня сейчас два курса. Это основной курс, это так называемый Habit Bootcamp. Там я помогаю людям научиться психологии формирования привычек, универсальным принципам формирования привычек для разных сфер их жизни. То есть ко мне приходят и люди, которые хотят какие-то привычки, связанные с рабочей продуктивностью внедрить, и спортивные привычки, и что-то связанное с привычками питания. Потому что есть достаточно общий принцип, который подходит для большинства сфер нашей жизни. Это первый курс. И второй, совсем новый, который я протестировала только вот в декабре, и сейчас дорабатываю активно, это курс по изменению режима дня. Я поняла, что одна из таких основных проблем с привычками заключается в том, что людям сложно их встроить в очень хаотичный, не структурированный день. Ну то есть достаточно бесполезно пытаться привить себе привычку заниматься спортом по утрам, если ты встаешь то в семь, то в двенадцать, и вообще не очень хорошо себя чувствуешь в таком несбалансированном режиме дня. Мне стало понятно, что вот такой курс, который помогает людям именно прийти к здоровому режиму дня, оптимальному для их образа жизни, может быть очень хорошим подспорьем для дальнейших изменений в других сферах. Вот, поэтому сейчас я сфокусирована на этом курсе. А сколько у тебя самой сейчас привычек? Слушай, это сложный вопрос, потому что они действительно становятся в какой-то момент второй натурой, и уже даже и не помнишь, что когда-то это было какое-то осознанное решение над ними работать. У меня нет какого-то, знаешь, каталога привычек или реестра всех моих привычек, но могу просто привести несколько примеров из разных сфер. У меня достаточно много привычек, связанных с питанием. В магазинах я покупаю определенные продукты, в ресторанах я заказываю определенные блюда, а в какие-то разделы меню я в принципе не смотрю. Если мне официант приносит хлеб, я прошу его унести или убираю, если его уже принесли на другой столик. Ну, какие-то такие мелкие привычки, которые тебе облегчают, в общем, дальнейшее правильное поведение, да, согласно твоему плану. Есть привычки, связанные со спортом, три раза в неделю силовые нагрузки, пешком хожу, в среднем 6-7 тысяч шагов в день. Привычки, связанные с гигиеной сна, такие, как я сплю в повязке для глаз, вечером приглушаю свет, чтобы не мешать выработке мелатонина. Есть беруши под рукой, если шумно, чтобы спать в тишине, что еще. Работа. Я работаю, планирую месячными спринтами. Обычно начинаю свой рабочий день с того, чтобы смотреть свой план на спринт и приоритизировать задачи на сегодня. Учет, веду учет времени, это тоже одна из моих рабочих привычек. Сейчас работаю над новой привычкой под, как сказать, таким моута «не день без праздника». Я пытаюсь внедрить привычку качественно, регулярно отдыхать. Я поняла опытным путем, что для моей продуктивности лично очень важно, чтобы как минимум раз в два дня или, а лучше, каждый день у меня было что-то, кроме работы. Я увлекаюсь очень своей работой, я ее люблю. И есть всегда риск, ну, наверное, тебе это тоже знакомо, когда ты любишь свое дело, войти в состояние потока и, в общем, заниматься только работой. Так что через несколько недель такой упорной работы ты понимаешь, что у тебя кроме работы ничего в жизни нет, и тебя это не устраивает, у тебя случается, ну, у меня в таком случае, иногда возникает какое-то ощущение апатии и демотивации из-за вот такой сильно интенсивной работы. И поэтому сейчас я пытаюсь максимально сбалансировать свою жизнь с тем, чтобы кроме работы обязательно было что-то, что меня развлекает. И я стараюсь планировать это заранее, потому что очень, ну, понятно, что если ты не планируешь свой отдых, то ты скатываешься к просмотру сериалов, к компьютерным играм, еще чему-то, что очень доступное, простое, но не всегда является действительно качественным отдыхом. А что ты делаешь, чтобы был качественный отдых? В чем он заключается для тебя? Ну, вот в начале этого месячного спринта я, собственно, распланировала, какие есть идеи новых, новых каких-то интересных активностей. Например, у меня возникла идея сделать такой домашний киноклуб. Скоро же будет, недавно были объявлены номинанты на «Оскар», и, соответственно, скоро будет церемония «Оскара». Я задалась целью посмотреть все фильмы, номинированные на «Оскар», чтобы потом смотреть церемонию уже, знаешь, как бы вот так, с чувством, с толком, чтобы поругать те фильмы, которые выберут, основываясь на своем, в общем, личном мнении о них. И я решила, что почему я буду это делать одна, если можно сделать киноклуб у себя дома. У меня есть проектор дома. И, собственно, одна из таких активностей, это я приглашаю своих друзей, мы вместе смотрим и обсуждаем какие-то фильмы. Другая активность, я очень люблю караоке, каюсь, есть за мной грешок такой. Вчера туда как раз ходила в рамках своего манифеста «Не дня без праздника». Еще одна идея для каких-то таких интересных вариантов досуга – это волонтерские мероприятия, например. Вот в прошлую субботу мы с мужем ходили на кухню для бедных готовить, там волонтеры собираются, чтобы готовить еду для малообеспеченных слоев населения на бесплатной кухне. Ну, вариантов на самом деле много. Проблема с качественным отдыхом в том, что мы не планируем его заранее, и, конечно, когда в конце рабочего дня ты уже устал и уже не хочется тебе заморачиваться, придумывать, куда-то идти, если можно просто открыть ютубчик и там потупить три часа, правильно? Чтобы этого не случалось, в общем, я стараюсь планировать заранее свой отдых. Над какими еще привычками ты сейчас работаешь? Я продолжаю оптимизировать свой режим дня, постоянно какие-то инсайты получаю, наблюдая за тем, сколько я сплю, как я себя чувствую, как моя продуктивность рабочая от этого зависит. Мне кажется, это какой-то нескончаемый процесс, вот, поэтому мой проект по улучшению моего собственного режима дня тоже, он еще не закончен. Я экспериментирую с пищевыми какими-то привычками тоже. Ну, то есть, на самом деле, не стоит думать, что если у тебя есть привычки, это какая-то такая сущность, записанная в камни, которая никогда не меняется, и что изменять привычки, и это плохо, и, значит, их не имеется. Мне кажется, в любой важной для тебя сфере, если ты человек, который склонен развиваться, ты будешь постоянно искать, а что можно сделать еще лучше, а как можно еще оптимизировать что-то. То есть, по всем тем сферам, которые важны для меня, которые я перечисляла, я так или иначе продолжаю улучшать свой образ жизни. Кать, расскажи, пожалуйста, немножко теории. Как привычка формируется? Есть такая научно-популярная концепция, которую наверняка многие твои зрители слышали, и ты, наверное, слышал про петлю привычки, которая состоит из трех элементов – триггер, действие и награда. Слышал про такое? Да, я сейчас как раз читаю книгу Рея Далио «Принципы», и вот он активно про нее рассказывал. И, кстати, огромную роль выделял там привычкам. Ну, он прав. У привычек действительно огромная роль в нашей жизни. По-другому там 100 миллиардов долларов не заработаешь. Я думаю, что в этом есть большая доля истины. Короче, возвращаясь к теории формирования привычек, вот есть эта научно-популярная концепция петли привычек из трех этапов. Что эмпирически доказано, ну или, скажем так, подтверждено, потому что все-таки психология – это не физика, в ней нет таких догм, как в естественных науках, обо всем стоит говорить с осторожностью. Но эмпирически подтверждено, что из вот этих трех звеньев критически важными являются, по сути, первые два – это триггеры действия. Что такое триггер? Это контекст, в котором вы совершаете привычку. Привычка, по сути, это автоматическая реакция на определенный триггер, на определенный контекст. Ну, вы проснулись с утра, возникло неприятное ощущение не свежего рта, это для вас триггер, чтобы пойти и почистить зубы. Вы в офисе сидите, захотели перекусить, чувство голода послужило триггером, чтобы пойти и сделать действие, зайти купить какую-то булку в автомате, например, в зависимости от того, какие у вас привычки. То есть, на самом деле, что важно знать про формирование привычек, что они не висят в воздухе, они не случаются как-то сами собой. Все наши привычки, они к чему-то привязаны, к какому-то контексту или как в психологии формирования привычек мы говорим триггеру. Вспоминается собака Павлова. Звонок, слюна. Это, да, условные рефлексы, это очень близко положенная тема с темой привычек, и, по сути, осознанная работа над формированием привычек, она, ну, как бы, она отзывается, она соотносится с этим механизмом, да, как у собаки Павлова, и многие об этом говорят с каким-то негативом, что я там к себе должен относиться к собаке Павлова. Я, наоборот, вижу большой положительный смысл в том, чтобы отдавать себе отчет, в том, что, на самом деле, да, с нами так это и работает, но если вы об этом не знаете, то у вас привычки формируются хаотично, без вашего осознанного участия, так лучше знать об этом и работать над этим уже осознанно. Так вот, возвращаясь, да, к твоему вопросу, что нужно для того, чтобы сформировать привычку? Нужно выбрать триггер, на который вы будете вешать вашу новую привычку и четко определить, какое конкретное действие будет за ним следовать. Например, если вы хотите там сформировать привычку делать зарядку по утрам, хорошим триггером может быть уже существующая привычка или рутина. Например, привычка вставать. Это не конкретный триггер. Я тебе приведу более конкретный триггер. Например, привычка чистить зубы, потому что, ну что значит вставать? После того, как ты встал, ты сделал много действий. Что конкретно твой мозг, с чем должен проассоциировать новую привычку? Это хорошо, что ты привел этот пример, потому что одна из проблем, с которыми сталкиваются люди, пытающиеся формировать привычки, это не четко выбранный триггер. Ну, типа, я почитаю книжку, когда приду с работы. Что это значит, когда я приду с работы? Когда я приду с работы, масса вещей происходит. Это не конкретно, да? Выберите очень конкретный триггер. Например, вот я проснулся, почистил зубы, поставил зубную щетку, там, стаканчик для зубных щеток. Вот это мой триггер. Сразу после этого я упал, сделал 500 отжиманий. Ну, не 500, естественно, но какую-то свою зарядку. Два. Это тоже важно, начинать с маленьких шагов. Собственно, когда у вас есть четкий триггер, который случается так часто, как вы хотите, чтобы ваша привычка случалась, на него можно уже настраивать новую привычку. Дальше вы должны очень четко определить действие, которое будет вашим привычным действием. То есть просто сказать себе, вот после того, как я почистил зубы, я буду делать зарядку, это тоже не очень хорошо, потому что неопределенность воспринимается нашим мозгом как какая-то сложность. Хочется сразу прокрастинировать, когда непонятно, что конкретно вы должны делать, какую-то абстрактную зарядку, а какие конкретно упражнения. Каждый раз, когда есть какая-то неопределенность, нам сразу хочется отложить эту задачу. Поэтому нужно при формировании привычки четко понять, а что конкретно вы будете делать. Какие конкретно упражнения, сколько повторений там, ну и так далее. Где вы будете делать, как именно, чтобы никакой неопределенности не было. И вот в сочетании двух этих элементов четкий триггер, четкая привычка. Вы начинаете повторять это действие вот именно в такой связке. То есть тоже еще одна проблема, с которой сталкиваются те, кто пытается привычки формировать. Вот я делаю зарядку вроде каждый день. Сегодня с утра сделал, вчера вечером, позавчера в обед. Но почему-то привычка не формируется. Ну, конечно, потому что триггер должен быть одним и тем же. Это же автоматическая реакция на определенный контекст нашей привычки. Поэтому если вы не соблюдаете последовательность триггер-привычка, то привычки гораздо сложнее формироваться. Как долго они формируются? Все говорят 21 день. Я видел, ты писала, что это не так, а сколько? Брешут, да. Это любимый, конечно, вопрос всех клиентов. Как долго это займет? Ну, есть одно исследование, на которое в этом месте все ссылаются, исследование, проведенное Филиппой Лелли, британская ученая, которая занимается темой привычек плотно. У нее в эксперименте по формированию достаточно простых привычек, связанных со спортом, питанием, уходило в среднем у человека 66 дней. Но надо понимать, что разброс в исследовании был очень большой. То есть у каких-то людей ушло пара недель, у каких-то более 200 дней на формирование привычки. И под формированием привычки в данном эксперименте подразумевалось доведение ситуации до автоматизма, когда ты реально уже вообще не включаешь голову, почистил зубы и уже заметил, что ты сам отжимаешься и не помнишь, как это произошло. То есть действительно высокая степень автоматизма достигалась. То есть возвращаясь к количеству дней, которые нужно для того, чтобы сформировать привычку, помните, что это достаточно индивидуально. То есть у вас это может получиться быстрее или медленнее. Можно поговорить далее, от чего это зависит. Но настраивайтесь на то, что это не одномоментное какое-то действие. Это не 21 день. Чаще для более сложных привычек это ближе к тем средним 66 дням, то есть там пара месяцев. Короче говоря, успешных формирователей привычек от неуспешных отличает терпение. Если вы ждете, что все произойдет в одночасье, то скорее всего не получится. От чего зависит скорость формирования привычки? По тому, что я читала и по моим наблюдениям за людьми, с которыми я работала, от двух вещей. Первое, от того, насколько вам нравится сам процесс выполнения привычки. Если на самом деле, если вам очень нравится делать что-то, что вы хотите сделать привычкой, вам даже не надо париться там ни насчет триггеров, ни насчет чего, это будет получаться, ну, само собой. Там, например, пирожные есть смотреть в Ютьюб. Абсолютно. Абсолютно, да. Никто не дизайнит себе такие привычки, не думает, какой же у меня будет триггер для того, чтобы три часа залипнуть в Ютьюбе, да. Потому что процесс настолько приносит удовольствие, что, в общем, это работает само. Поэтому, да, если переводить это в практическое русло, для того, чтобы ускорить процесс формирования привычек, думайте о том, как сделать их максимально приятными. Ну, то есть, если вы хотите спортом заниматься, потратьте время на ресерч разных спортивных активностей, какой спорт вам действительно будет приносить удовольствие, чтобы вам не надо было себя заставлять. Ну, как бы, такой достаточно очевидный совет, но вот с точки зрения формирования привычек это работает на сто процентов. Это первый фактор, да, что вам приносит кайф. И второй фактор, который ускоряет формирование привычек, это сложность. Если привычка очень сложная, если вы сразу начинаете, там, не знаю, с трехсот отжиманий, то вам будет очень сложно себя заставить, в принципе, практиковать такую привычку. Чем проще привычка, тем быстрее она вырабатывается, тем легче вам обеспечить регулярность ее повторения. Поэтому многие специалисты, например, есть американский профессор Стэнфорда Биджей Фогг, который… Я бы не хотел сказать, я его обожаю. Да, он классный, классный дяденька. Правда, работает, знаешь, и на тех, и на других. То есть он, с одной стороны, людям помогает привычки формировать, а с другой стороны, он компанией консультирует, А мы сейчас с тобой в этом поговорим. Вот, короче, возвращаясь к Фоггу, он такой радикальный борец за маленькие шаги. Он вообще говорит, если там вы хотите начать, не знаю, отжиматься, например, начните с одного отжимания, там, двух отжиманий, чтобы ваша новая привычка была настолько легкой, чтобы, знаешь, сделать было легче, чем не сделать. Вот. И постепенно увеличиваете количество, там, интенсивность этой привычки. Это работает, могу точно сказать. Проверено на людях. Раз мы начали про Фогга говорить, Биджи Фогга – это как раз тот человек, который консультировал Инстаграм по поводу того, как им сделать persuasive technology, что называется, чтобы убеждать, чтобы люди дольше сидели. И вот у него это достаточно хорошо получилось. Ну, конечно, он же знает теорию, да. Вот. Расскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, такие платформы, как Facebook, YouTube, Instagram заставляют нас формировать привычку сидеть в них? Ну, собственно, они эффективно эксплуатируют те элементы формирования привычки, о которых я говорила. То есть они умело подбирают триггеры, в качестве триггеров могут служить, например, нотификации, да, тебе пришло оповещение там на e-mail или ремайндер на телефоне со звуком или без. Это триггер, который тебе напоминает. Сходи, проверь, сколько лайков пришло. Лайки – это хороший пример награды, да, которая усиливает формирование привычки, потому что лайки – это что? Это социальное одобрение – одна из самых сильных человеческих мотиваций. Плюс это сочетается с элементом сюрприза, что усиливает эффект награды. Есть, ну, тоже в теории мотивации такое понятие, как… Сейчас не скажу, как это по-русски называется, но, в общем, награды, которые непредсказуемые, вызывают большую аддиктивность, чем награды, которые ожидаемы и одинаковы всегда. И что такое непредсказуемая награда? Ты заходишь в Facebook, видишь какое-то оповещение о скольких-то там новых ивентах, но ты не знаешь, сколько конкретно лайков получила твоя фоточка, какие там комментарии. То есть всегда есть элемент сюрприза, который делает эту награду еще более желанной. То есть с одной стороны это какое-то социальное одобрение, с другой стороны элемент непредсказуемости. Это очень сильная награда, естественно, те, кто дизайнит интерфейсы в этих компаниях, прекрасно знают об этом. Плюс они упрощают действия максимально для юзера. Например, вот эта вся тема с тем, что у тебя там автологин, да, есть в приложениях. Тебе не нужно, если бы тебе нужно было каждый раз вводить логин и пароль, это бы усложняло твою задачу. Но у тебя есть автологин, у тебя есть там виджет на ключевой, не знаю, на главной странице твоего экрана телефона. Так что в один клик ты получаешь доступ к вот этой быстрой и непредсказуемой сильной награде. Ну или там те же самые функции автоплей, которые используют и Facebook, и YouTube. Раньше для того, чтобы у тебя видео в ньюсфиде начали проигрываться, тебе надо было на них кликнуть, сделать дополнительное действие. Сейчас они у тебя по умолчанию начинают проигрываться сами, привлекая твое внимание. То же самое делает YouTube. Стоит кнопка автоплей, да, ты посмотрел одно видео, у тебя сразу же искусственный интеллект подсказал, какое видео тебе будет еще интересно, и сразу же включает его. Тебе даже не надо кнопку play кликнуть. То есть они максимально упрощают для тебя взаимодействие с платформой, дают тебе награду, дают тебе триггеры. Ну то есть, по сути, следуют всем этим известным принципам психологическим формирования привычек. И как с ними бороться? Вот они такие умные там сидят, профессора придумывают, как заставить нас сидеть дольше в YouTube, в Instagram, в Facebook. Ну а мы такие неопытные, и, собственно, никто нас защитить не может, кроме нас самих. Что нам сделать, чтобы не тупить долго? Ну, во-первых, настраивать свои гаджеты таким образом, чтобы убирать все эти лишние триггеры. Ну, всегда можно убрать нотификации все. Не надо вам получать на почту каждый день сообщение о том, сколько человек вас залайкало, кто и что написал. Если вы захотите об этом узнать, вы сами зайдете. Убирайте все нотификации, убирайте все функции автоплей, убирайте иконки вот этих самых приложений тоже. Как минимум, надо их убрать с главного экрана или с того, на котором вы чаще всего находитесь, спрятать какую-нибудь отдельную папку. У меня вообще нет этих иконок на телефоне, то есть приложения сами стоят, но найти их можно только через поиск. А их еще и снести можно совсем некоторых. Facebook, например, можно снести. Конечно, да все можно снести, просто... YouTube нельзя, к сожалению, на Android. Смотри, тут важно, что можно себя, конечно, очень сильно зажать. Там есть же программы, которые блокируют приложения, можно удалить их. Важно, и это уже мы переходим к теме вообще работы с дурными привычками или тем, которые нам кажутся плохими. Важно понимать, что в основе большинства плохих привычек лежит какая-то на самом деле здоровая потребность. Ну, то есть мы же хотим в Facebook ходить не потому, что мы какие-то там супернепродуктивные или еще что-то. Нам важно быть на связи с людьми, нам важно получать какое-то социальное одобрение. Полностью игнорировать эту потребность мне представляется неправильным. То есть нужно понимать, что если вы просто снесете Facebook, вы найдете другой способ туда заходить. Если вы поставите какое-то приложение, которое ограничивает доступ к соцсетям на телефоне, но у вас сильна потребность общаться с людьми и быть на связи с ними, вы будете это делать не через телефон, а через компьютер. Ну, то есть здесь полностью запретить себе все это взаимодействовать с этими технологиями, мне кажется, просто излишне, но нужно сократить количество триггеров, лишних напоминаний о том, что стоит пойти проверить Facebook и искать какие-то здоровые альтернативы вот этим вашим потребностям. Ну, то есть если Facebook – это о том, чтобы общаться с другими людьми, планируйте, больше планируйте общение в реальной жизни, чтобы оно компенсировало тоже вот эти часы, проведенные там в Facebook, чтобы вам интереснее было общаться с живыми людьми, чем сидеть в Facebook. А если Facebook – это социальное одобрение, посчитать количество лайков, тогда что делать? Ну, во-первых, как я сказала, да, ограничивать триггеры, чтобы у тебя не было вот этого импульсивного желания считать каждый новый лайк, чтобы тебе не приходилось сообщение о каждом новом лайке, а чтобы ты там раз в день сам зашел и посмотрел, о, там, 50 лайков, да. Во-вторых, есть хорошее тоже движение, которое идет в пику как раз вот этим всем дизайном, умным дизайном интерфейсов. Называется Time Well Spent. Может быть, ты видел Тристан Харрис, бывший дизайнер интерфейса в Гугле, стал идеологом движения, которое, собственно, занимается тем, что обучает пользователей, как защищаться от вот этих манипулятивных техник. Если вы зайдете, загуглите Time Well Spent. Какой-то академик сахаров прям такие. Ну, практически. Он, поскольку был инсайдером этой всей темы, он очень хорошо понимает проблемы, которые компании создают для юзеров, манипулируя их вниманием, и вот у него какая-то гражданская активность включилась, и он сейчас, собственно, занимается тем, что помогает людям. У него есть два TED-тока на эту тему, где он рассказывает, и сам сайт Time Well Spent дает много рекомендаций практически на тему того, как оптимизировать свои экраны, своих гаджетов, то, о чем, в частности, я говорила, но в более структурированной манере. Ну, и опять же, возвращаясь к идее социальным удобрениям и лайкам, ну, если тебе нужны эти лайки, во-первых, не надо себя за это ругать, просто покопайся в себе, попытайся понять, зачем они тебе нужны, что они тебе дают, и есть ли что-то еще, что может тебе дать такое же удовольствие, но, может быть, в более конструктивном ключе. Может быть, это какое-то реальное общение с людьми на тему контента, который ты делаешь. Может быть, тебе можно какие-то интервью проводить со своими зрителями, чтобы получать то же самое, одобрение, какую-то обратную связь. Ну, например, да. Катя, расскажи, пожалуйста, как бороться со вредными привычками. Вредные привычки, к сожалению, это более сложная тема, чем формирование новых полезных, сформировать новую полезную привычку проще, чем выкорчевать уже сложившуюся вредную привычку. Поэтому первое, что я бы хотела сказать на эту тему, пытайтесь отслеживать ситуации, когда у вас закладывается новая вредная привычка, и пытайтесь их максимально избегать. Приведу примеры своей личной жизни. У нас есть с мужем ритуал субботнего шоппинга. Вот мы едем там, примерно всегда в один и тот же магазин, ну, в общем, как и все, скучные семейные пары. Покупаем продукты на неделю. А так делают скучные семейные пары, а мы тоже так делаем. Ну, безумно, мы тоже скучные семейные пары. В общем, в один и тот же магазин мы покупаем примерно одно и то же, что соответствует нашему плану питания, и мы не покупаем сладкого. Ну, то есть там мы едем горький шоколад, фрукты, но сладкое мы не покупаем. И, значит, вот иду я между рядов и вижу моего мужа, стоящего рядом с холодильником с мороженым, и он держит в руках вот такую здоровенную пачку с мороженым. Это просто еще гипермаркет, там отдельно одну порцию мороженого не купишь, там такие большие пачки, весит 12. Стоит он с этой пачкой, и в глазах его я вижу какое-то... Моя прелесть. Ожидание и счастье, и какую-то фрустрацию. И вот он смотрит на меня так, ждет моего какого-то решения, потому что он знает, что еда – это такая тема для меня болезненная, и что, в общем, я могу... Реакция моя непредсказуемая, может быть, на пачку мороженого. И у меня, знаешь, вся жизнь перед глазами проносится. У меня есть сильная такая профессиональная деформация на тему привычек. Я понимаю, что да, мы сейчас купим эту пачку, и будем всю неделю есть это мороженое, но это не проблема. Проблема в том, что в следующие выходные, когда мы снова приедем в этот магазин, кто-нибудь из нас обязательно вспомнит о том, как это классно было – сожрать пачку мороженого за неделю. И кто-нибудь скажет, ну, может, мороженого возьмем. И вот очень быстро сформируется эта привычка, и мы каждый день, каждую субботу будем покупать это мороженое, а там диабет, ожирение и, короче, быстрая смерть. Ну, я, естественно, утрирую. Ну, какая-то такая катастрофическая картина, у меня уже, знаешь, зрачки расширяются. Я думаю, нет, у нас сейчас будет эта ужасная привычка. Ты убьешь на собой полное место. А с другой стороны, другой, знаешь, поток мыслей в мою голову. Это же мой любимый человек. Он хочет мороженого, он хочет себя побаловать. Ну, кто я такая, чтобы ему... Ну, то есть, вот какая-то такая борьба. Я нашла очень элегантное решение. Угадай, какое? Не знаю. Купить ему один рожок мороженого. Нет. Еще я прям горжусь собой. Я ему сказала, слушай, ну, ты знаешь, мы обычно не едим мороженое, но, как бы, это же скучно никогда не нарушать правила. Но, чтобы нарушать правила, давай это сделаем грамотно. Давай мы не будем покупать мороженое в этом магазине, в котором мы шопимся каждый раз, а мы поедем в другой далекий, неудобный, нелюбимый магазин, куда мы никогда не ходим, и купим мороженое там. Потому что привычка зависит от контекста. Если в следующий раз мы захотим купить мороженое, мы подумаем, что нам надо поехать в этот далекий магазин, парковаться там негде, долго искать эту парковку. Ну, то есть вот эти все сложности, они будут серьезным препятствием для того, чтобы это действие стало привычкой. И, собственно, так мы и сделали. Мы все купили в этом магазине, все, что разрешено, да, а за мороженым мы поехали в далекий, дурацкий, неудобный магазин. И, собственно, это сработало. В моменте наша потребность слопать пачку мороженого была удовлетворена, но дурной привычкой это не стало. Потому что для нее, для этой потенциально дурной привычки мы выбрали неудобный, редкий триггер, да, говоря на языке психологии привычек. Вот, собственно, возвращаясь к твоему вопросу о том, как работать с дурными привычками, потому что все это было о том, как не создавать себе дурных привычек. Если они уже есть, здесь обычно рекомендуются две стратегии. Стратегия первая, опять же, это избегание триггеров, потому что, как вы теперь уже знаете, триггер, привычка привязана всегда к какому-то триггеру. Ну, то есть, например, если у вас сформировалась привычка, не знаю, по пути с работы заходить в Макдональдс, который у вас, ну, по пути, да, вы можете, например, пересмотреть свой маршрут так, чтобы этого Макдональдса просто не было. То есть принцип «с глаз долой, из сердца вон». Если вы триггера не видите, вам ничто не напоминает о том, что стоит выполнить это действие. К сожалению, не всегда это возможно, не всегда можно избегать триггеров. Здесь используется второй принцип, вторая стратегия – это на имеющийся триггер навесить новую привычку, конструктивную, более конструктивную, чем имеющуюся у вас, но удовлетворяющую ту же потребность. Это, собственно, то, о чем мы с тобой уже начали говорить. Если вы там любите посидеть, потупить в Фейсбуке, попытайтесь понять, что является триггером. Может быть, это вечерняя усталость, может быть, это ощущение, что я целый день хорошо работал и имею право себя вознаградить. Попытайтесь понять, что конкретно является стимулом, что предшествует тому, чтобы вы начали делать вот эту привычку, которая вам кажется негативной. Когда вы поняли, что является триггером, спросите себя, какую мою потребность эта привычка удовлетворяет. Что я пытаюсь получить? Это общение, это узнать что-то новое, это переключиться с работы, с рабочей реальности на какую-то другую реальность. Что является вот этим драйвером? И подумайте, какие еще могут быть альтернативы, что бы вы могли делать вместо этого. Пожалуйста, не пытайтесь только заменить приятную, вредную привычку полезной привычкой, но неприятной, потому что обычно это не работает. Если мы там, окей, вот я до этого по три часа, значит, Фейсбук читал, а теперь я в это время буду задачки по физике решать. Ну, нет, так не работает, потому что решение задачи по физике не удовлетворяет ту же вашу потребность в удовольствии, в общении и так далее. Ищите какую-то более конструктивную привычку, но бьющую в ту же потребность, и вешайте ее на имеющийся триггер. Хорошо. Я надеялся, что теперь я смогу избавиться какой-нибудь вредной привычки, там, ходить в магазин, покупать сладкое, и заменить ее на чем-нибудь полезное. Но, окей, вижу теперь полезное, заменять вряд ли получится. Нет, подожди, ну, я же говорю про какую-то более конструктивную, иными словами, более полезную альтернативу. Да, то есть там, ну, для сладкого, какого-то такого, который кажется вредным, есть масса альтернатив тоже сладких продуктов, которые просто менее вредны. Да, тут я не диетолог, чтобы давать какой-то такой конструктивный совет, да, но могу просто какими-то своими личными примерами поделиться. Да, я же, например, тоже не исключила полностью сладкое. Я ем, например, горький шоколад, он мою потребность в сладком удовлетворяет. Поэтому каждой вредной привычке есть чуть менее вредная альтернатива. Начни с этого. Расскажи, пожалуйста, про режим дня. Если более конкретно, интересно, как вставать рано? Да, это тоже такой популярный и важный запрос. Первое, о чем надо подумать, а зачем вам надо рано вставать? Потому что очень часто я встречаюсь с людьми, которые вроде как пришли к этой цели, но такое ощущение, что она им откуда-то навязана сверху. Ну, то есть какой-нибудь там известный бизнесмен встает очень рано, и, наверное, все успешные люди должны вставать рано, поэтому если я не встаю рано, то я неуспешный. Подумайте о том, чем ваша мотивация определяется. Вам просто кажется, что для того, чтобы быть успешным, надо рано вставать? Или у вас есть четкий план? А что конкретно вы будете делать, когда вы рано встанете? Если это скорее вторая ситуация, когда вы понимаете, зачем вам это надо, то дальше уже с этим стоит начинать работать. Собственно, как работать с этой привычкой? Первое, что нужно знать про привычку раннего подъема, это комплексная привычка. То есть она состоит из нескольких этапов, успешность реализации каждого из которых влияет на вашу способность встать раньше. Для того, чтобы встать раньше, что нужно сделать? Нужно лечь раньше. Для того, чтобы лечь раньше, нужно вовремя закончить отдыхать. Для того, чтобы вовремя закончить отдыхать, нужно вовремя закончить работать. И так далее. То есть на самом деле очень часто человек, который работает над привычкой раннего подъема, понимает, что ему, покопавшись в этой ситуации, понимает, что ему на самом деле надо не будильник пораньше заводить, а научиться вечером вовремя останавливать себя от просмотра Ютьюба, чтобы вовремя лечь. То есть привычка не вставать рано, а привычка вовремя заканчивать отдых. или привычка вовремя заканчивать работу является ключевой, которая определит успех вашего раннего подъема. Ну, то есть, соответственно, вам сначала нужно размотать вот этот клубок, понаблюдать за собой недельку и посмотреть, что вам мешает ложиться вовремя. Обычно это либо отдых, либо, ну, там, соцсети, сериалы и так далее, которые просто неконтролируемые, вы не можете остановиться вовремя, либо работа, либо какие-то социальные активности, общение с друзьями и так далее. Вот, то есть нужно понять, какие ваши факторы риска, что мешает вам сейчас ложиться вовремя, и понять, как вы можете работать с этими факторами риска, как вы можете вовремя останавливаться. Вот, ну, мы немножко уже об этом поговорили. Еще из таких полезных привычек на тему конкретно ложиться вовремя могу посоветовать вечерний будильник. Сразу скажу, что он работает только, если его делать правильно и включать осознанность. Его смысл в том, что вы заводите будильник на вечернее, на то время, когда вам надо уже идти готовиться ко сну. Да, например, там, вы решили ложиться в 11, вам нужно на то, чтобы почистить зубы, там, вся гигиена 20 минут, соответственно, без 20 и 11 звенит этот будильник. Суть этого будильника не в том, чтобы вы встали сразу же и пошли готовиться ко сну, да, потому что если себе ставить задачу так, то вы просто очень быстро научитесь этот будильник отключать и продолжать смотреть YouTube. Смысл этого будильника – включить вашу осознанность. То есть будильник прозвенел, для вас это триггер, чтобы сделать 10 глубоких вдохов. Эту технику у себя в книге предлагает немножко на другую тему, но с похожими последствиями. Келли МакГонигал, если ты читала ее книга про силу воли, там она пишет, что глубокое дыхание влияет на вариабельность сердечного ритма, помогая нам из импульсивного режима потребления какого-то, например, классного контента перейти в такой рациональный режим, когда мы можем задуматься, а чем на самом деле мне сейчас стоит заняться. То есть если вы просто успокоите свое дыхание и на секундочку выключитесь из YouTube, Facebook или чего-то еще, и спросите себя, окей, мне сейчас надо продолжать смотреть YouTube со всеми рисками, которые следуют за этим, то есть я там поздно лягу и поздно встану, или я лучше сейчас пойду спать. Просто вот 10 секунд сконцентрированных на дыхании помогают вам зачастую принять решение без насилия над собой. То есть вы не заставляете себя, вы не говорите, вот прозвенел будильник, теперь мне пора ложиться спать. Нет, вы даете себе минутку сделать вот этот свободный выбор и сказать, да, наверное, мне все-таки важнее хорошо выспаться и завтра со свежей головой прийти на работу, поэтому я пойду сейчас и лягу спать. В какой-то ситуации вы можете сказать, нет, вот сейчас я хочу себя поразвлекать, и горе оно все огнем, и это будет тоже ваш выбор. В общем, вот такой вечерний будильник, который включает эту кнопку выбора через дыхание и осознанное принятие решения, это тоже может быть хороший способ себя вовремя останавливать. Какие приложения ты посоветуешь, чтобы формировать привычки и вообще, чтобы повысить свою эффективность? Никакие, короткий ответ. Ты знаешь, удивительное дело, что дизайнеры интерфейсов Facebook, Instagram и так далее хорошо понимают алгоритмы формирования привычек, эффективно их используют, а вот дизайнеры приложений, связанных с привычками, фитнес-трекеры и так далее, зачастую не используют. К сожалению, почему можно поговорить об этом отдельно, в общем, но зачастую не используют наработки из области психологии, нейрофизиологии, формирования привычек и создают приложения, которые по сути являются лишь источником внешней мотивации. Пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вы устанавливаете приложение, которое считает шаги. Каждый день надо выполнять, не знаю, 10 тысяч шагов, получаете за это бейджик. Если вы делаете это каждый день, то вот у вас там каждая галочка, вот уже, а да, сейчас я покажу, вот мой, на самом деле, это все можно использовать просто грамотно. Сейчас расскажу, как мы это используем, мы обычно не грамотно. В общем, каждый день у вас галочка за пройденное количество шагов, вот вы там видите, что уже 20 дней вы каждый день выполняете норму, у вас это драйв, класс, вот сегодня что-то я вижу шаги, не намотал, пойду на двор еще погуляю побольше шагов, чтобы свою цель выполнить. В какой-то момент неизбежно вот эта цепь выполненных привычек прерывается, так или иначе, там, либо у вас перелет, либо вы там загуляли с друзьями, либо что-то еще, она прервется. И вместе с этим прервется ваша мотивация. Не знаю, бывало ли такое у тебя, у меня, когда я пользовалась такими трекерами, это случалось постоянно. Вот прервалась эта цепь, и на следующий день результат обнулился, и как бы какой смысл продолжать-то? Потому что, ну, все равно уже можно, короче, забить. Ой, знакомо, у меня было 123 дня по 15 тысяч шагов. 123 дня, и потом у меня было steering committee в Японии, я не смог пройти, мне не хватило 10 шагов, чтобы пройти еще 15 тысяч, я так огорчился и перестал ходить. Это правда, абсолютная правда. А почему так происходит? Потому что приложение, вместо того, чтобы учить тебя, как сформировать привычку, через тот алгоритм, о котором я рассказывала, триггер, привязывается к желаемому действию, начиная с маленьких шагов, вместо этого приложение дает тебе внешнюю мотивацию, которая вытесняет твою внутреннюю мотивацию это делать. Как только ты не получаешь больше свои бейджики или баллы, у тебя кончается мотивация, потому что приложение тебя научило, что ты ходишь для того, чтобы у тебя там были галочки. На эту тему есть анекдот про старого еврея. Рассказывать? Короче, пожилой человек живет в доме, перед которым дети постоянно играют в футбол. Его очень раздражает шум от этих детей, и он придумывает следующую тему. Он собирает этих ребят и говорит, я вам буду теперь платить вот за каждый час игры, вот вам столько-то я буду давать денег. Дети очень обрадовались, класс, и в футбол играем, и деньги нам платят. И он начинает им платить, но очень быстро он начинает снижать стоимость, которую он им дает, и потом говорит, ну, деньги кончились, больше я вам платить не буду. И дети перестают играть в футбол, потому что он очень грамотно их внутреннюю мотивацию, удовольствие от процесса игры в футбол заменил внешней мотивацией, деньги, которые они получают. Внешняя мотивация убила внутреннюю мотивацию, привычка сошла на нет. Вот, это, собственно, то, как и работает очень часто с приложениями. Если мы переносим всю свою мотивацию на то, чтобы соблюдать какие-то правила этого приложения, то мы рискуем, что как только приложением мы пользоваться перестанем, а это происходит в среднем ретеншн, то, что я читала тоже в научных исследованиях, 3-4 месяца, ну, или даже меньше для каких-то приложений. То есть люди не пользуются обычно приложениями всю жизнь. Это значит, что привычка, которая от них зависит, она с вами будет тоже всего лишь пару месяцев. Значит ли это, что не нужно пользоваться приложениями вообще? Нет, просто нужно ими пользоваться грамотно. Да, вот у тебя есть браслет, пусть он тебе показывает, сколько ты ходишь, и ты там раз в неделю садись и подводи учет, где ты находишься относительно своих целей, получается ли у тебя столько двигаться, сколько ты хочешь. Но не делай это источником своей мотивации. Знаешь, что, мне кажется, упускают очень многие трекеры привычек? Очень важную тему, которую я в своем курсе, кстати, даю, и мне кажется, это самое полезное, что есть в моем курсе. Я не просто прошу людей трекать, вы делали сегодня привычку или нет. Это не так важно. Важно понять, почему вы ее делали или нет. Я всегда их спрашиваю. Если вы сегодня пропустили свою пробежку, что вам помешало? Потому что когда ты знаешь свои факты релиз, когда ты знаешь, что тебе мешает, ты можешь с ними работать, ты можешь как-то пытаться от них застраховаться. Например, если ты не пошел на пробежку, потому что был дождь на улице, и ты отследил этот фактор, ты понял, почему ты не пошел на пробежку. Ты купишь себе там дождевик и какие-нибудь непромокаемые кроссовки, и в следующий раз, когда дождь будет, ты пробежку не пропустишь. Если ты просто трекаешь привычки, чтобы видеть, вот сегодня я сделал, я молодец, а завтра я не сделал, надо себя за это поругать, ты не будешь настолько осознанно относиться к тому, что же тебе мешает выполнять привычки, ты не будешь пытаться бороться как-то с этими факторами риска, вместо этого ты будешь просто себя критиковать и говорить, я ленивый, немотивированный, а это, кстати, очень плохо влияет на формирование привычек. Есть исследования, которые показывают, что худеющие люди, которые себя сильно критикуют за пищевые срывы, срываются потом, как ни странно, гораздо чаще, чем те, кто относится спокойно к ситуации срыва и говорит, ну окей, сорвалась, с кем не бывает, иду дальше. Да, вот это очень хорошая идея, то, о чем я не думал, и, кстати, о чем тоже господин Далио писал, вот, видимо, вы с ним что-то, видимо, такое знаете, что не знают другие, и к чему стоит прислушаться. Кать, посоветуй, пожалуйста, книги, которые можно почитать по развитию привычек. Ну, классическая книга на эту тему, Чарльз Дахик, «Сила привычки», он там подробно описывает петлю привычки, единственное, что нужно с осторожностью относиться к тому, что он там пишет о наградах, потому что книжка достаточно старая, то есть нейрофизиология и теория мотивации продвинулись немножко уже с тех пор, и не так все однозначно с этими наградами. Что касается триггеров и действий, там это хорошо описано, для начинающих это хорошая книга. Вышла новая книга в этом году американского автора, он не ученый, он журналист, но он хорошо обобщил имеющиеся научные исследования на эту тему, Джеймс Клир, книга называется «Atomic Habits», она на русский, насколько я знаю, еще не переведена, но там достаточно простой, понятный английский, очень ее рекомендуют, очень содержательная, хорошая книга. Есть книга, написанная П.И.Д. по психологии Шоном Янгом, она называется «Stick with it», в русском переводе, по-моему, «Привычки на всю жизнь», издана Ман Иванова Фербер, там не столько про алгоритм формирования привычек, сколько про изменение образа жизни в целом. Очень хорошая тоже книга, написана, понятно, специалистом с массой отсылок к разным исследованиям, очень глубокая. Знаю, что Никита Маклахов, мой ментор, который работает в теме привычек тоже на пространстве СНГ, написал свою книгу про привычки. Я финальную версию «Не видела, видела драфт», тоже очень хорошая книга, очень рекомендую. А что бы ты посоветовала людям, которые тоже хотят перейти в какую-то более близкую им тему, но пока боятся? Я думаю, что этим людям нужно позаботиться о том, чтобы у них была поддержка социальная, им нужно заручиться поддержкой близких людей, потому что это будет очень непростой момент, они будут постоянно сомневаться в себе, ну, я думаю, что для большинства людей какой-то здоровый критицизм, для большинства твоей аудитории, во всяком случае, я думаю, свойственно задавать себе вопросы, правильно ли я все делаю. И в такой ситуации важно, чтобы рядом были люди, которые в тебя верили, потому что это помогает не сбиваться с курса. Ну и, конечно, очень полезно себя спрашивать в момент сомнений, ну, хорошо, что самое страшное, что может случиться, чего я на самом деле больше всего боюсь, и если это материализуется, то как я буду с этим справляться. Вот этих двух вопросов и ответов на них, как правило, достаточно для того, чтобы решиться на что-то, потому что ты быстро понимаешь, что, ну, то, что ты делаешь, это не смертельно, и даже если все пойдет не так, у тебя есть представление, как ты будешь выруливать из этого. Ну все, теперь у нас не осталось больше отговорок от того, чтобы формировать нормальные привычки и перестать заняться всякой фигней и, наконец, начать, так сказать, расти над собой. Катя, спасибо тебе большое, что все это рассказала. Мне суперинтересно было послушать, особенно про то, как мозг работает и как с ним можно разобраться. Скажу для зрителей, обязательно посмотрите канал Кати. Хабитлэб. Я думаю, что сейчас там будет много всего полезного, и то, что мы не успели обсудить, там как раз и покажут. Обязательно подписывайтесь. В конце января я как раз на свой YouTube-канал собираюсь выложить вебинар, который мы делали вместе с лайфхакером на тему изменения режима дня, о том, как вовремя ложиться и вставать. Это был целый часовой вебинар, посвященный только этой теме. Поэтому, если вам интересно, то приходите туда, на мой канал, посмотрите этот вебинар. Спасибо тебе большое, Катя. Спасибо, Витя, очень рада была с тобой пообщаться. Всем удачи и хороших вам привычек.